Ну что, друзья, вот и настал тот день, когда я, наконец, снимаю для вас обзор нашего дома. Я вышла на улицу, во дворик. Сейчас буду вам всё подробно рассказывать. Начнём с нашего парковочного места. Парковка закреплена за нами. Под навесом одно парковочное место. Никто на это парковочное место не претендует. За каждыми апартаментами закреплено определённое место. Если в семье две и более машины, то под открытым небом, здесь тоже расчерчены парковочные места, и можно оставлять машину под открытым небом в любом свободном месте. Перед домом у нас вот такие замечательные кустики. Вход у нас отдельный. Никто по этой лестнице, кроме нас, не ходит. Хотя мы можем наблюдать вот в том подъезде, в том подъезде, там, где нет торцевые подъезды, лестничная площадка делится на две семьи. У нас торцевая квартира, апартменты, поэтому лестница только наша, индивидуальная. Лестничная площадка тоже только наша. Здесь мы расположили обувницу, стульчик. Дети держат ещё здесь скейт, мяч, вот коврик. Обязательно пожарная. Это штука. Огнетушитель. Вот здесь у нас лампа в ночное время горит. 242 апартменты у нас были. Там у нас лампа тоже в ночное время зажигается, то есть ночью светло. Ну и вот такая у нас входная дверь. Звоночек. Здесь у нас прищепка, где мы держим ложку для обуви. Но на самом деле прищепка эта для того, чтобы различные уведомления, нотисы присылали с офиса. Они не стучат в дверь, не ложат никуда, не под коврик никуда, а вот прикрепляют в эту прищепку. Есть глазок в двери. Один замок. От честных людей, честно говоря, здесь особо и люди не запираются. Просто мы привыкли запираться, мы запираемся. Открываем и попадаем в коридор. В коридоре мы расположили пуфик. Пуфик этот я покупала в полинге, он классный. Здесь ещё место для хранения. В полинге за 6 баксов покупала. И попадаем в коридор. Что не свойственно для американских апартментов. Обычно коридоров нет. Мы попадаем в небольшой коридор. Коридор вот такой, длинный. Вот это входная дверь, куда мы с вами зашли. Вот он пуфик. Коврик мы постелили. Рядом с входной дверью ещё одна дверь располагается. Здесь у нас гардеробная для верхней одежды. Естественно, здесь огромное количество всего хранится, кроме верхней одежды. Вот, скоро нам предстоит переезд. И всё это будет перекочевываться в новую нашу квартиру. В базовой комплектации от комплекса нашего здесь штанга и полка. Всё остальное, если хотите, у нас там ещё одна обувница стоит. Тоже обувь, которую мы не носим, складываем туда. Всё докупается. Гардеробная базовая. А дальше какие-то органайзеры, какие-то комоды. Всё это докупается. Итак, если мы по коридору поворачиваем налево, значит, здесь у нас была входная дверь, гардеробная дверь. Дальше мы попадаем в Ливенгрум. В Ливенгруме у нас три окна. Вон там за телевизором одно окно и ещё два окна здесь. Ливенгрум достаточно большой. Здесь расположен ковёр, который нам подарила наша соседка Надя и подруга. Также мы вот таким образом расположили два дивана. Эти два дивана нам отдали абсолютно бесплатно. Нам пришлось только нанять машину такую большую, чтобы их перевезти. Вот такие вот интересные специальные чехлы для диванов я купила в Falling Price. Тёмного цвета. Он тёмного цвета, обычный, просто прямоугольный, огромный. И розового цвета. Подушки все, естественно, перестирала. Вот. И вот таким образом получается небольшой диван, среднего размера диван и большой диван расположились у нас в Ливенгруме. Там у нас также за диваном располагается робот-пылесос. Уже собрался ехать убираться. Я его остановила. Сейчас отправим его домой. Чит. Вот. На базу. Значит, в Ливенгруме у нас... Всё, робот встал на место. В Ливенгруме у нас располагается камин. Самый настоящий камин действующий. Здесь вот так открываются стеклянные дверцы. Вот сюда устанавливаются дрова. Там наверху открывается заслонка. Можно закрыть металлические вот такие затворки. Самый настоящий функционирующий камин. Что самое интересное и немаловажное, что он не выпячивает. Просто, видите, вровень со стеной. Стена вокруг камина отделана, естественно, плиткой. Вот. Чтобы ничего, не дай бог, не произошло. Ну, в принципе, достаточно безопасно. Мы много раз пользовались им в течение зимы. Пока дождливая погода была прохладная, мы пользовались достаточно активно. Камин. Замечательная вообще вещь. В дождливые, пасманные зимние калифорнийские времена. И так как он вровень с стеной, как я уже сказала, он абсолютно не мешает. То есть в летний период мы не зажигаем камин. А вот таким образом у нас здесь кофейный столик расположился. Кофейный столик, кстати, нашли около нашей мусорки. У нас здание бетонной мусорки. Внутри, значит, располагается контейнер. А снаружи люди оставляют какую-то мебель. То, что уже людям не нужно. Вот. Мы взяли тяжелый такой деревянный столик. Классный расположился теперь у нас перед камином. Вот. В летний период абсолютно не мешает камин. А в зимний период очень даже активно и классно им пользуемся мы. Дальше у нас располагаются два стеллажа. Посередине полка под телевизор и сам телевизор. Сам телевизор и полку под телевизор мы тоже нашли около здания мусорки. То есть это кто-то из людей выкинул. Телевизор не современный, без смарт-ТВ, но приобретя хромкаст оборудование, он работает с интернета. Любую видюшку можно на него кинуть. Стеллажи я выигрывала абсолютно новые, запечатанные, разобранные на аукционе. Тоже деревянные классные стеллажи. Вот эти коробки для хранения матерчатые я тоже выигрывала на аукционе. Очень классные. Таким образом расположились у нас два стеллажа и телевизор. Вот здесь у нас тоже вот эта вот штучка. Алексей как-то нашел на улице тоже. Если едешь по городу где-нибудь в частном секторе, если ближе к дороге люди выставляют какие-то вещи, то это значит людям не нужно, можно забирать. Они в хорошем состоянии, в идеальном, я бы сказала. Вот инструменты для камина. Алексей взял, привез домой. Дальше, смотрите, от коридора получается у нас есть вот такой закуток, в котором расположилась наша огромная колонка, выигранная тоже на аукционе. Письменный стол компьютерный небольшой. Кресло. Вот это кресло и письменный стол мы тоже нашли на мусорке. Хейтеры, налетайте, да, здесь люди, ненужную для них мебель выставляют, не кидают именно в бачок, а ставят снаружи рядом со зданием мусорки. Все это мы нашли в своих апартментах рядом со зданием мусорки. Вот, а здесь можно рабочую зону организовать. Видите, вот такой вот уголок. Я не знаю, почему этот угол не задействовали под различные шкафы для хранения. Было бы намного более приятно. Ну, а так как он абсолютно свободный, люди организовывают здесь то, что им удобно. Вот, дальше ливинг-рум, естественно, как во всех американских домах и апартментах у нас соединен с дайнинг-румом. Дайнинг-рум это обеденная зона. Мы ее обыграли таким вот образом. Смотрите, вот этот офигенный, шикарный стол, 4 стулья, 4 стула нам отдал американский дедушка. Абсолютно бесплатно тоже. Пришлось попросить знакомого. Максим, если смотришь, огромное тебе спасибо. Вот, это было еще в самом начале, когда мы только приехали. Нам отдали вот этот стол. Он немножко выше, чем обычный. И стулья высотой как барные. Потом мы еще сюда докупали два вот таких черных барных стула. Они, видите, вот барные стулья. К этому столу идеально подходят. Потом у стены у нас располагаются два вот таких барных стула. Тоже они высокие. Вровень с комодом. Комод я купила, чтобы различные там хранить. Не хватает места для хранения. Несмотря на то, что места для хранения достаточно много. Здесь у меня коробки. Вот эти коробки, три штучки. Я тоже покупала в холлинг-прайсе за 6 долларов. Здесь всякие снеки. Все, что с футбанка дают, хранится. Еще один комод. Я тоже в холлинге за 6 долларов покупала. В общем, вот таким образом обыграли вот этот угол. Потом обеденный стол. Дальше у нас барная стойка. Получается из дайнинг-рума вход в кухню непосредственно. Вот. Кухню и дайнинг-рум отделяет вот такая барная стойка. Мы не пользуемся барной стойкой по прямому назначению. А в качестве полки используем. Очень удобно. Здесь располагаются наши различные гаджеты. Вот. Ну, что-то я покупала. Вот это я на Амазоне покупала, потому что не могла никак поймать. Это у меня вафельница, сэндвич-еделка. В общем, ребята мои здесь хлеб жарят себе. Тостом не пользуются, хотя тостер тоже есть. Вот. Это я себе покупала такую маленькую кашеварку, чтобы варить различную тут гречку. Она совсем, видите, чашечка маленькая. Я покупала, выигрывала на аукционе. Вот это у меня увлажнитель. Вот такой огромный, классный, суперский. Тоже выигрывала на аукционе. Не помню, долларов за 7. Вот. Вот этот комод один из самых дорогостоящих, что есть из мебели в нашей квартире. Вот этот комод тоже абсолютно новый, в упаковке разобранный. Я выигрывала на аукционе за 20 долларов. Это самая дорогостоящая покупка на аукционе. Вот. Ну и также расположилась здесь сверху различные наши гаджеты. Кухонные. Это у нас аэрогриль. Тоже на аукционе выигрывала. Долларов за 10, не помню точно. Вот эта дорогущая кофемашина. Долларов за 60. Я ее на аукционе забирала. Ну а вот это несколькими видео назад я вам показывала. Цефаль гриль. Это я покупала на Амазоне. 200 с чем-то долларов мне обошлось. Вот. Таким образом, значит, у нас дайнинг-рум оформлен. Давайте пойдем на кухню. На кухне у нас располагается большой холодильник. Что для меня немаловажно. Это огромный пенал от потолка до пола. Видите? Вот. В каждой комнате везде есть вот такие вентиляционные отверстия. Из которых в летний период прохладный воздух дует. В зимний период теплый воздух дует. Над, получается, холодильником шкафы для хранения. Все это до потолка. Видите? Огромная, широкая для наших мерок. По нашим меркам, очень широкая плита. Видите? Вот я ладошку на начало ставлю. Еще сколько там места. Вот. Стеклокерамическая у меня плита. Духовка тоже огромная. Снизу ящики для хранения. Полочки, шкафчики. Посудомоечная машина. Достаточно широкая, большая. Вот такая. Располагается на этой стороне. Тут ящики для хранения. Здесь ящик для хранения. Вот таким образом я оборудовала себе кухню. Мойка. Мойка с вылазивающим этим носиком. Можно как распыление сделать, чтобы как из душа лилось. Можно одной толстой струей воду настроить. Вот. А также есть, что немаловажно, трешер. Встроен в раковину. В раковине огромное количество места. Мой большущий казан сюда помещается вообще легко. Тоже видите. Ладошку ставлю и еще сколько места. Это вот все позавтракали, еще посуду не помыли. Посудой у нас занимается мешание. Сейчас придется школу и все будет перемывать. Вот. Ну, естественно, под раковиной шкафчики. Здесь под плитой тоже есть место для хранения. Естественно, мы его задействовали. Куда же без этого. Вот. Ну, мы довольны. Вытяжка встроенная тоже. Вытяжка тоже была от... Не от производителя, а от... Хозяев комплекса. Вот. Мы довольны. Это наше первое жилье в Америке. Классное, светлое, теплое, уютное, сухая, что немаловажно, квартира. Все есть. Всего хватает. Места всем хватает. Если мы пройдем вот к концу дайнинг-рума, встанем вот здесь, около этих барных стульчиков, то посмотрите, как далеко до конца ливинг-рума. Достаточно большая площадь, что также немаловажно для Америки. Везде есть освещение. В Америке это не всегда встретишь. Вот. Здесь освещение по коридору. Несколько точек освещения. Вот коридор у нас достаточно длинный. И получается, идешь, несколько вот выключателей есть. По ходу, пока идешь по коридору, можно несколько лампочек зажечь. Также обязательно на кухне нету, потому что на кухне жаришь, тушишь. На кухне нет пожарной сигнализации, но в коридоре и в комнатах, покажу еще в комнату с вами пройдем, обязательно есть пожарные сигнализации, которые реагируют на дым только так. Вот. Также, смотрите, дайнинг-рум, он всегда у нас светлый, классный, хорошо проветриваемый, потому что огромные двери с жалюзьями. Жалюзи можно закрыть полностью. Смотрите, вот так делаешь. Раз. И проворачиваешь. Все, закрываешься от соседей, от лишних глаз. Замечательно, вот так вот. Ну, а можно открыть. Тут есть москитная сеточка, соответственно, никакая мошкара не залетит. В летний период, конечно же, все тут настиж открыто. Дверь вот на балкон. На балконе мы храним велосипеды свои. Балкон небольшой, вот такой заборчик. Здесь мы закрылись, чтобы не было видно наших великов, потому что велосипеды хранить на балконе нельзя. Вот. И сейчас покажу, что у нас там. Выходим на балкон. Здесь у нас тележка. Мы ее тоже нашли около здания мусорки. Очень удобно. Стеллаж такой на колесах, знаете. Вот. И здесь у нас кладовка для хранения. Мы здесь кемпинговые всякие мебелюшки свои храним. Бампер здесь старый хранится. Вот. Достаточно большая получается кладовка. Она узкая, но по длине получается отсюда и до конца стены. Вот. На балконе также есть освещение. Тут есть розеточки. То есть можно выйти, стол поставить, с ноутбуком, посидеть и поработать. Можно поработать. Свет будет. И электричество тоже будет. В общем, вот эта часть квартиры у нас вот такая. Около розового дивана, небольшого, у нас есть дверь, куда мы не имеем доступа. Туда имеют доступ менеджеры, работники. Там хранятся все коммуникации, котел всякие там. Ну, в общем, не для жильцов. Если какие-то проблемы, малейшая проблема, просто делаешь заявку и на следующий день буквально приходят работники, устраняют тебе все, что у тебя там случилось. Все это делается за счет компании, все абсолютно бесплатно. То есть ничего желательно не трогать. Во всяком случае, в нашем комплексе просто подаешь заявку и придут. И слив почистят, если надо. и технику починят. И если какой-то трабл случился, проблема какая-то случилась с коммуникациями, тоже они сюда залезут и будут здесь ремонтировать. Но никак не для жильцов. Поэтому как бы эта дверь существует, она не функционирующая для нас. За этой дверью различные коммуникации. Ну, а вот это термостат. Термостат, где можно настроить температуру, какая тебе нужна. Вот, где можно включить кондиционер. Хейт это у нас обогреватель. Кул это кондиционер. Вот видите, сверху это температура, которую мы хотим, а снизу это температура, которая по факту есть. Вот, сейчас если закрыть все двери, все окна, можно включить будет кондиционер. Вот такая вот у нас living room, dining room. Давайте с вами пойдем по коридору. Вот это, напоминаю, у нас входная дверь. С входной двери мы с вами прогулялись налево. А теперь, если мы пойдем в правую сторону квартиры, то до конца этого коридора доходим. Здесь есть еще один выключатель. Можно включить свет. И можно закрыть полностью, вот таким образом. Видите, все закроется. И здесь просто коридор, просто закрытые двери. А когда есть необходимость, просто открываешь и видим лаундри, что тоже не очень часто встречается в американских апартментах особенно. В наших апартментах есть и стиральная машина, при том, что она достаточно большая, глубокая. Посмотрите, вертикальная загрузка. Сюда, мне кажется, больше 8 килограмм белья помещается. Очень большая, мы довольны, стирает хорошо, легка в управлении. Вот буквально три кнопочки для управления. Вот, также есть сушильная машина. Сушильная машина тоже большая. Все перестирали, в сушилку кинули, высушили и буквально через три часа у тебя полностью сухое белье. Надевай и иди. Вот, сверху есть полка для хранения. Конечно же, мы люди запасливые, вы это знаете. У нас здесь огромное количество полотенец для кухни, бумажных полотенец, туалетной бумаги, порошки, всякие мыла, все-все-все это здесь хранится. Вот это вот шикарная корзина для белья, которая идеально вписалась в наш интерьер, так сказать. Вот, в фолинг-прайсе была куплена за 6 баксов. Вот это у нас, значит, лаундри в коридоре располагается. Дальше по коридору, если мы до конца коридора со входной двери дошли и повернули теперь налево, мы перед нами, перед нами оказываются три двери. давайте еще заглянем в каждую, пойдем сначала к детям. У детей небольшая комната, но тем не менее мы смогли расположить в их комнате две кровати, письменный стол один, письменный стол второй. Здесь у Мишанчика собачка живет на стуле. Мишаня почти не занимается, потому что уроки практически не задают несколько раз, по пальцам, наверное, двух рук, можно пересчитать дни, когда ему задавали домашние задания и он их делал. А так не дают задания, все делают в школе. Вот это письменный стол Олега. Здесь, конечно же, смятая бутылка, но как без нее. Фоллинг прайси купленная вот такая классная лампа. Увлажнитель я выигрывала на аукционе, а вот этот стол Алексей нашел около какого, в каком-то частном секторе вдоль дороги стояло, значит, можно забирать. Шикарный стол классного качества, посмотрите, он тяжелый вообще, я его отмывала этими пропитанными спиртовыми салфетками, вот, и прекрасно ребенок у нас пользуется. Стулья вот эти, куда дети набрасывают свои шмотки, я выигрывала на аукционе, я вам показывала, как я их собирала, это абсолютно новые стулья, два вот таких стула я выиграла за 10 долларов. Вот, у детей вид на парковку, вон там наше парковочное место, Алексей паркует машину, вот, и две кровати. Также, если мы развернемся на 180 градусов, мы видим, что у детей есть большой гардеробный шкаф, в гардеробном шкафу, в базовой комплектации штанга и полочка, все остальное навесное, вот это, контейнера всякие, все это докупается отдельно, все это мы им покупали, вот они вот таким образом себе сделали, это Олежкина сторона, Мишину сторону, конечно же, лучше не открывать, вот слегка вам приоткрою, хотя не так уж и сильный бардак, нормальный бардак, в общем, это гардеробная, она достаточно глубокая, сейчас покажу, с Олежкина, с Олежкина, с Олежкина, с Олежкина, с Олежкина, вот видите, там до стены достаточно места, поэтому мы здесь и всякие навесные стеллажи им повесили, и для вешалок хватило места, вешалки, кстати, тоже вот такие вешалки, в количестве 25 штук, за 6 долларов я покупала, деревянные, классные, с металлическими фрагментами вешалки, 25 я купила обычных деревянных, а 25 черных, у нас еще черные есть, вот таким вот образом мальчишки у нас в такой комнате прожили год, они, я думаю, тоже довольны, еще вот перед Мишиной кроватью здесь располагается комод, тоже, чтобы Миша мог складировать свое барахло, вот, если мы выходим из детской комнаты, то мы попадаем в детскую ванную, пойдемте. В ванной здесь типичные для американских домов лейки, мы не стали менять многие из постсоветского пространства, приезжают, им это неудобно, они меняют на гибкую лейку, но мы этого не стали делать, потому что привыкли, это настолько оказалось для нас удобным, вот, когда мы сюда заселялись, все абсолютно было новым, покрашенное, перед каждым жильцом все это красят и обновляют. Здесь встроенные уже полочки есть, видите, Миша здесь баклажки какие-то держит, играется с ними, вот, там полочка тоже встроенная, прям в ванную комнату встроена полка, там полка встроенная, это чтобы ноги мыть, это выключатель и лейка, вот, занавеска, такую мы покупали им занавеску, полотенцедержатель, полотенцесушителя здесь нет, потому что нет необходимости, жарко, почти всегда сохнет все моментально, вот такую вот вешалку моим, фоллинги тоже я покупала, не помню, доллара за 4 покупала, вот, такая вешалка, удобно, на дверь, также здесь, ну, естественно, унитаз, раковина, под раковиной места для хранения, большое зеркало, вот здесь тоже у нас место, шкафчик для хранения небольшой, мелочь какую-нибудь можно хранить, вот, вот такая вот раковина, небольшая, но, в принципе, хватает, удобно, кольцо для полотенца, вот такие лампочки над каждой раковиной и в нашей ванной комнате, и в детской ванной комнате, естественно, тоже вентиляционное отверстие, вот сейчас кондиционер у меня включился, дует прохладный воздух, ну, а дальше, если мы идем прямо по коридору, мы попадаем в мастер-бедрум, мастер-бедрум это родительская спальня, родительская спальня, она чуть больше, чем детская, здесь мы можем наблюдать двухспальную кровать, две тумбочки у Алексея, у меня, вот, по эту сторону у нас расположился комод, сверху комода еще стеллаж, также у нас здесь увлажнитель воздуха, телевизор расположился, полка под телевизор, вот таким вот образом, получается, со входной двери заходишь и по правую сторону у нас вот эти вот все мебельюшки расположились, дальше у нас окно, кровать, торшер, в общем, все, что надо, поместилось, окно также выходит на парковку, деревья растут, в общем, зелено, красиво, уютно, нам нравится, вот, если мы развернемся, то по эту сторону у нас гардероб, гардероб walk-in closet, как говорят американцы, это гардеробная, в которую можно зайти пешком, закрыться даже, вот здесь дверь есть, пожалуйста, можно закрыться, можно переодеться, гардероб не сильно прям большой, но тем не менее, вот сколько здесь места, вот, а в гардеробной тоже все обустраивали сами, вот этот стеллаж покупали в Walmart, на весны все покупала, в Falling Price, коробки все вот эти все покупала, вот, конечно же, у нас куча одеял, всем уже обзавелись, обжились, все есть, вот, огромное количество различных коробок для хранения, там, здесь, здесь у нас полочка в базовой комплектации была, штанга для вешалок, с этой стороны, с этой стороны получается, Г-образная штанга располагается, и над штангой полочка для хранения, вот такой вот гардероб у нас, вот они, те вешалки, о которых я говорила, черные в нашем гардеробе висят, и деревянные тоже, вот, дальше выходим из гардеробной, и здесь вот такой угол, а за углом у нас ванная комната родительская, у нас у родителей душевая кабина, душевая кабина хорошего такого размера, тоже со встроенными полочками, вот, это все встроенные полочки, здесь тоже полочка, лейка такая же американская у нас, вот, кольцо для полотенца, я здесь храню свои перчатки, перчатки, как приехала, купила, и больше не покупала, не рвутся вообще, качество идеального, да, они стоят недешево, что-то около 4 с чем-то долларов, но тем не менее, один раз купила, и больше я их не меняю, всем привет, здесь я, большое зеркало, тоже лампа, и еще у нас шкафчик с зеркалом, вот такой вот, в родительской спальне, вот, также здесь вентиляционные отверстия, также в фоллинге купленная вешалка, да, немножко полотенцедержатель, коврики тоже покупала в фоллинге, под раковиной, места для хранения, раковина такая же, как у детей, всего хватает, все такое компактное, раковина компактная, но вполне себе хватает, вот, про мебелюшку пойдемте немножко расскажу, коврики тоже фоллинге за 6 баксов покупала, про мебель сейчас скажу, ну и смотрите, здесь в родительской спальне располагается один барный стул, мы его выигрывали на аукционе, с тем барным стулом, который на кухне у нас располагается, также здесь тумба под телевизор за 7 долларов выиграно, комод серенький, вот этот за 10 долларов выигран, телевизор взят на мусорке, вы не поверите, вот этот стеллаж я выигрывала, думала, что он будет мне по грудь, я думала, что он размером такой, как в Икее, там было написано, что 3 ящичка, да, вот они 3 ящичка, но они настолько миниатюрненькие, что вот просто с мою ладошку, минусы участия в этих аукционах именно в том, что ты не знаешь реально, какого это размера, если они близко сфотографировали и выставили такие фотографии, я реально была уверена, что это большой комод, который я расположу в зале, в углу, там, где у нас компьютерный стол располагается и колонка, я думала, что я там прям вот на пол установлю, но когда принесла домой, поняла, что этому комоду место вот здесь, ой, вернее, этому стеллажу место вот здесь на комоде, вот, такой столик я тоже выигрывала, что-то баксов за 4 на аукционе, тумбочку я дорого выиграла, баксов за 30, кровать у нас с Алексеем, матрас мы как только приехали, купили в Волмарте, ну, стандартная цена, что-то 389 или что-то такое, около 400 долларов, ну, а металлическую основу, металлическую саму, вернее, кровать, мы, я выигрывала на аукционе, но, когда мы принесли домой, опять-таки, минус участия в аукционе в том, что, когда мы принесли домой кровать, ни одного болта вот этого не было, фурнитуры вообще никакой не было, как хочешь, так собирай, вот, ну, это вот недочеты аукциона, собственно, за 7 долларов кровать не купишь, фурнитуру мы всю долларов на 20 купили, в итоге нам эта кровать обошлась около 30 долларов, совсем-всем-всем, со сборкой, ну, сборка, естественно, бесплатная, вот, Алексея тумбочку мы на мусорке нашли, ну, около здания мусорки, да, поняли, что это не в самой мусорке, вот, про детскую мебель, я вам рассказала про стулья, я вам рассказала про Олежкин стол, Мишуткин стол я выигрывала на аукционе за 10 долларов, просто, самый такой компактный, что нам нужно было, потому что, если бы стол был больше, он мог просто сюда не поместиться, видите, это вот, кровать закончилась, и после кровати мы расположили вот такой вот, письменный стол Мишуткин, здесь просто есть выход, откуда провод может выйти, лампу я ему покупала, что-то за доллар, наверное, в фоллинге, в пятницу, в какую-то из пятниц, вот, ну, а детям кровати нам дали бесплатно, абсолютно в церкви, вот, у Олежки, поэтому деревянная, ну, если бы мы покупали, я бы постаралась купить одинаковые, а у Мишутки металлическая, не, наоборот, у Олежки металлическая, у Мишутки деревянная, поэтому две разные кровати, но у кровати нет изголовья, все это под матрасом, когда застилается кровать, накрывается покрывалом, в принципе, и незаметно, что у них разные кровати, да, и пусть будет, зато это намного лучше, чем просто матрас на полу, вот, но достаточно продолжительное время, пока мы не получили в церкви эти кровати, эти кровати в церкви тоже давали абсолютно новые, в коробке мы их сами собирали, пока я не выиграла свою кровать нам с Алексеем, мы и дети спали просто на матрасе на полу, вот, пережили этот момент, теперь у нас все замечательно, все классно, всем удобно, всем уютно, все довольны, вот такой обзор, друзья, у нас получился, если понравилось, обязательно ставьте пальчики вверх, я буду благодарна, пишите комментарии, хейтеры налетайте, где какой бардак, вы у нас увидели, вот здесь тумбочка тоже найденная, около здания мусорки, что мы половину мебели, которая у нас в доме есть, подобрали на мусорке, тоже пишите об этом комментарии, чем больше вы пишете, тем сильнее вы развиваете наш канал, поэтому всех наших добрых зрителей, любящих нас, уважающих, ценящих, ждущих наши новые видео, тоже попрошу писать комментарии, и чем больше, тем лучше, потому что хейтеры нам прям нереально подняли канал, только видео выходит, смотришь, а оно там на первом месте в рейтинге, на третьем месте в рейтинге, это очень и очень, чем больше комментариев под видео, неважно, хороших, плохих, ютуб не разбирает хорошие или плохие комментарии, ютуб лишь разбирает, интересно людям видео автора или не интересно, какая реакция, есть реакция или нет реакции, если реакция есть, ютуб это видео начинает продвигать, вот здесь смотрите бардачину тоже Алексей, Михаил устроил, хранит свои лего, которые я ему тоже все покупала в фоллинг прайсе, а соответственно, каждая вот эта лего стоит не больше 6 долларов, вот мы довольны, мы счастливы, все хорошо, первый год жизни в Америке у нас завершается, буквально через 10 дней мы уже всю эту мебельюху, в том числе и которую нашли на мусорке, отвезем в новый дом, ну и в новом доме постараюсь обзор снять раньше, чем через год, вот обещаю, пишите комментарии, кому понравилось, всем спасибо за внимание, всем пока-пока,